МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ новости. В студии Александр Ульянов. Смотрите сегодня в выпуске. С 1 января этого года в Кустанайской области выросли тарифы в городах. С чем это связано, расскажет Татьяна Калюжная. Кустанайские спасатели готовятся к празднованию крещения. В этом году место для купания было отведено только одно на городском пляже. Альяда Смогобетова с подробностями. В Кустанайском районе построили новую газораспределительную станцию. Она построена по современным стандартам и полностью автоматизирована. С 1 января этого года коммунальные организации Кустанайской области повысили тарифы на тепло, воду и канализацию. В их числе все города, в том числе и Кустанай. С 1 февраля тарифы на эти услуги изменятся и в Рудном. Но пока неизвестно, насколько именно. Ведь коммунальщики города Горняков просят поднять стоимость тепловой энергии на 70%. Татьяна Калюжная с подробностями. В числе тех, кто с 1 января повысил свои тарифы за тепло, воду и за канализацию, почти все городские коммунальные организации Кустанайской области. Так, ТЭК увеличила средний отпускной тариф за тепло. Но вся нагрузка легла на юридические лица. Им тариф повысили на почти 9%. Кустанайсу по воде и канализации тарифы повысили на 14%. Аркалыкская ТЭЦ увеличила свои расценки на тепло на 3%, на воду на 0,5% и на канализацию на 5%. Жители города ТОБЫЛ Кустанайского района тоже будут платить больше на 6% за тепло, на почти 7% за воду и за канализационные стоки на 8%. Единственным городом в 2023 году, который не получил субсидии, не получил бюджетные средства на ремонт, является Затобольская ТЭК, то есть город ТОБЫЛ. Соответственно, в целях снижения износа субъект воспользовался правом и обратился в департамент с заявлением. То есть здесь мы можем свободную остаток амортизации включать в тариф, чтобы субъект мог реализовать. То есть если бы они взяли его с субсидией, у нас бы не человек повысил? Да, у нас бы повысился на уровне заработной платы, но незначительный рост бы состоялся. Тепло стало дешевле лишь в Житигаре, как отмечают в департаменте естественных монополий, на 3%. И только за счет того, что бюджет приобрел им для работы топливо. Но вода выросла здесь на 10%, а водоотведение на почти 11%. Как отмечают специалисты департамента, все коммунальные предприятия этих городов обосновали свои изменения тарифов большей частью износом инфраструктуры и повышением заработных плат работникам. Сейчас же департамент рассматривает заявку на повышение тарифов на услуги по теплоснабжению ОТО «Руднинские тепловые сети» для жителей Рудного и поселка Качар. Коммунальщики просят увеличить тариф на почти 71% для рудничан и на 43% для жителей Качар. Мы не можем допустить, чтобы такой рост вызвал, соответственно, вызовет социальное напряжение. Это будет самый дорогой тариф в среднем по стране. В настоящее время департамент проводит тщательный анализ представленных документов. Когда будет решение? Решение будет в течение января 2024 года. При этом уже к 25-26 января департамент должен предоставить Руднинским тепловым сетям свое решение. По данным специалистов ведомства, они направили письмо в Акимат Рудного с просьбой предоставить информацию по индикаторам уровня платежеспособности рудничан и их позиции по этому вопросу. Сейчас жители Рудного платят за тепло почти 210 тенге без НДС. Если департамент утвердит увеличение тарифа на 50%, это будет уже за 400 тенге. При этом 1 января тариф на воду вырос у рудничан примерно на 5%, тариф на стоки на 6%. Алжасий Синжигитов и Татьяна Калюжная, РТН. В Лисаковске тоже подорожала коммуналка с 1 января 2024 года. Стоимость услуг выросла для всех категорий потребителей, юридических лиц, государственных учреждений и населения. Сильнее всего вырос тариф на электроэнергию сразу на четверть. Подробнее расскажут мои коллеги. В целом подорожание коммунальных услуг для жителей Лисаковска с нового 2024 года в основном было небольшим. Так, тепловая энергия стала дороже на 123 тенге за 1 гигакалорию. Если в 2023 году составлял по теплоэнергии за 1 гигакалорию 5 775 тенге, то в 2024 году 5 897 92 тенге. По услугам водоснабжения средний отпускной тариф для населения повысился на 3,2%. 142 тенге 58 тенг был в 2023 году, в 2024 году он составил 147 21 тенге. Тариф на водоотведение повысился на 6% со 178 тенге до почти 190 за 1 куб. Сильнее всего для Лисаковчан подорожала электроэнергия на 25%. Если в 2023 году он составлял 15 тенге 228 тенг, то в 2024 году тариф по электроэнергии для населения составил 19 тенге 0,4 тена. Около 40% Лисаковчан оплачивают коммуналку по старинке, наличкой через кассу Лисаковска Горкоммунэнерго, несмотря на имеющуюся возможность произвести оплату онлайн через мобильное приложение. Среди них Лилия Цветкова, она живет в 11 микрорайоне. Как говорит женщина, ей в удовольствие прогуляться. Раньше мы ходили проплачивать в первый микрорайон за коммунальные услуги, ну а теперь в четвертый сюда ходим, в бывшее здание ЦОНА. Ну для меня абсолютно никакой разницы, куда ходить. Вот это мой личный выбор. Время абсолютно удобно, с 8 до 5, там же без обеда. Поэтому, по-моему, каждый может даже в обеденный перерыв прийти и проплатить коммунальные услуги. Однако есть и те, кого не устраивают, что кассы хоть и работают без перерыва на обед, но лишь с 8 утра и до 17 часов, и только в будни дни. Но, как утверждают коммунальщики, это оправдано. Вопрос о создании еще одной кассы в центре Лисаковска был рассмотрен, но отклонен. Это дополнительные расходы, что в итоге увеличит тариф на коммунальные услуги. И лягут они на потребителя. Валерия Зиновьева, РТН, Лисаковск. При содействии телекомпании «Акцент». Газораспределительную станцию закончили строить в Кустанайском районе. Сейчас она полностью готова к работе. Планируется, что от этой ГРС с газом будут питаться два новых микрорайона – Астана и Байтирек. А вот на областной центр мощности новой станции не хватит. Мои коллеги с подробностями. Новую газораспределительную станцию в Кустанайском районе начали строить еще три года назад. Сегодня здесь уже полностью завершились работы. Объект построили по современным стандартам. Все процессы здесь автоматизированы. То есть участие человека не требуется. Если вдруг произойдет авария, задвижки будут автоматически закрыты. К новой ГРС мощностью 150 тысяч кубометров в час будут подключены многоэтажки двух строящихся микрорайонов Кустанайского района. Новый микрорайон Астана и Байтирек, где запланировано строительство свыше 150 многоэтажных домов. 150 многоэтажных домов – это порядка 1 миллиона квадратных метров жилья. Порядка 60 тысяч человек будут жить в этих двух микрорайонах. Очень большое количество запланировано социальных объектов в этих двух микрорайонах. Новый роддом, школы, детские сады, спортивные объекты. Кумар Аксакалов отмечает, что помимо двух новых микрорайонов в будущем при расширении и дополнительном получении объемов газа будет возможность подключить и другие населенные пункты Кустанайского и Алтынцаринского районов. А вот на Кустанай этого объема газа будет недостаточно. Напомним, что с 2021 года в регионе был введен мораторий на выдачу тех условий для подключения новых домов к системе газоснабжения. Этот объем уже был распределен еще заранее, вот до 2021 года. Как мы уже неоднократно говорили, мы по трубе, которая проложена в 1965 году, ей сколько уже, 58 лет, эта трубе, и она, к сожалению, изношена. И только последние два года проводятся ремонтные работы по этой трубе. Там надо проводить большой объем капитальных работ, для того, чтобы позволить нам прокачивать больше объемов газа. Кумар Аксакалов отметил, что выдача тех условий в регионе возобновится лишь после строительства нового газопровода, который протянут из Актюбинской области. По словам главы региона, сейчас идет разработка проектно-сметной документации этого объекта и поиск средств, из какого бюджета и из каких источников будет финансироваться строительство. Виктор Ваташко, Алияда Смагомбетова, РТН, Костанайский район. В Костанайской области с прошлого года запустили программу по строительству молочно-товарных ферм с выплатой субсидий на возведение и завоз скота. На кредитование таких проектов в прошлом году было выделено 15 миллиардов тенге. В этом еще 7 миллиардов тенге. Правда, пока сейчас новые фермы появились лишь в Федоровском и Миндокаринском районах. Мои коллеги побывали в одном из таких хозяйств. Сейчас у нас здесь доится 200 голов. Голошина фринской породы. Мы надавим 5 тонн в сутки молока. Сдаем это молоко. Заместитель главы крестьянского хозяйства «Беркут» в Федоровском районе показывает новое здание фермы, которое они ввели в эксплуатацию в прошлом году. Они стали одним из двух первых участников программы по возведению молочно-товарных ферм в регионе, запущенной в 2023 году. Вот этот доильный зал тоже появился в прошлом году. Сейчас здесь завесено новое оборудование, которое ждет монтажа. Нам сейчас выделили 400 миллионов тенге на приобретение племенного скота. Наш выбор пал на скот сементальской породы, Чехословакии. Мы уже заключили контракт. Внесли недавно предоплату 10%. В начале 4 марта полетим в Чехию на отбор, отберем. И предположительно, конец апреля, начало мая мы завезем 320 голов. Юрий Бублик отмечает, что первые здания фермы здесь появились еще 4 года назад. С тех пор они вложили в ее рост больше 1 миллиарда тенге. И намерены дальше развиваться, используя возможности областной программы. В целом сейчас в регионе работает 12 молочно-товарных ферм, в которых содержится больше 57% всего по голове КРС области. В прошлом году здесь надоели 440 тысяч тонн молока. Рост отмечает в управлении сельского хозяйства 5%. А хочется больше, подчеркивают здесь, потому как спрос на местное молоко высокий, а потребности закрывает молоко привозное. В этом году продолжают в ведомстве в области намерены построить 6 новых молочно-товарных ферм. Деньги на эти цели уже выделены. При реализации инвестиционных проектов, то есть возмещается часть расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса. Это построить, если говорить молочно-товарных ферм. Также возместят за закуп поголовья племенного скота молочного направления. Также при производстве уже дополнительно после ввода в эксплуатацию молочного ферма уже по производству молока уже дополнительно будет также на производство начисляться, то есть субсидии выплачиваться. Сейчас АОСП Катабол ведет сбор заявок от потенциальных инвесторов. В случае необходимости Акимат готов даже увеличить бюджет программы. Сейчас отобрены заявки и выплачены кредиты двум инвесторам на 4,3 миллиардов тенге. Это помимо фермы в Федоровском в Медыгоринском районе. Еще два проекта в Алтанцаринском и Федоровском находятся на рассмотрении. Хамзан Урпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Наказание за несколько дней красивой жизни. Приговор вынесен 19-летней помощницей мошенников. Девушка собирала деньги у пенсионеров, которых по телефону обманывали аферисты. Рассказывая история о попавших в беду близких людях. Подсудимая попросила не лишать ее свободы, но суд решил по-другому. Летом этого года, согласно материалам рассмотренного дела, 19-летняя Бахатгуль Дюсекина через интернет согласилась помогать телефонным мошенникам. Те обзванивали пожилых кустанайцев, представлялись полицейскими и сообщали о вымышленных трагедиях, которые произошли с их близкими родственниками, предлагая свою помощь за деньги. За ними на разные адреса и приезжала Бахатгуль, представляясь другими именами, скрывая свою внешность. После задержания в июле 2023 года у девушки были изъяты темная одежда, медицинская маска, парики. И по решению суда они теперь конфискованы в пользу государства, как и другое имущество Бахатгуль. Майки бежевого цвета, рубашки голубого цвета, платья белого цвета, брик черного цвета, женские сумки бежевого цвета, двух женских сумок розового цвета, женские сумки черного цвета, женские сумки белого цвета, адаптеры со шнуром, ксиоми белого цвета, зарядного устройства с блоком, пауэрбанка синего цвета, двух и не черного цвета, скатулки коричневого цвета. Кроме всего вышеперечисленного, как установило следствие, Бахатгур успела приобрести розовые часы, набор брендовых серебряных украшений и дорогостоящий смартфон. Кроме того, как ранее сообщали полицейские, девушка несколько дней прожила в люксовом номере гостиницы, выплачивая за него чуть ли не по сотне тысяч тенге ежесуточно. Также у нее были изъяты более 250 тысяч тенге и 600 долларов. Это остатки ее 10% от сумм, которые она переводила мошенникам. А в общем, ущерб, нанесенный совместными действиями мошенников и Бахатгур шестерым пенсионерам, превысил 23 миллиона тенге. Все потерпевшие предъявили девушке гражданские иски на возмещение всех переданных ей сумм. На добровольное их погашение она имеет месяц, после чего исполнение будет принудительным. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. Алжас Есенжегитов, Виталий Луговской, РТН. Более трех десятков человек, в том числе и детей, пришлось эвакуировать пожарным из многоквартирного жилого дома. Пожар произошел вечером 17 января в пригороде Кустаная, поселке Дружба. Он начался в одной из квартир жилого дома на улице Молодежной. Параллельно с тушением огня проводилась эвакуация жителей. По лестницам сотрудниками ДЧС были выведены 12 человек, в том числе один ребенок. 25 человек, включая четверо детей, вышли на улицу самостоятельно. Площадь горевшей квартиры составила 22 квадратных метра. Ее владелец, 1944 года рождения, был госпитализирован из-за отравления продуктами горения. В настоящее время устанавливается причина пожара. Предыдущий пожар в Дружбе произошел накануне Нового года, 30 декабря, в двухэтажной гостинице на площади в 450 квадратных метров. В ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины без признаков жизни. С января этого года в Казахстане отменен единый совокупный платеж. Он вводился для того, чтобы вовлечь самозанятых граждан в систему соцмедстрахования. В Кустанайской области ЕСП оплачивали больше 15 тысяч человек. И всем им сейчас, чтобы не потерять медстраховку, нужно определиться, как они будут оплачивать взносы в фонд. Что предлагают самозанятым взамен, расскажет Татьяна Калюжная. ЕСП вводился в Казахстане на 5 лет для самозанятых граждан. Однако им активно пользовались безработные, не имеющие постоянной работы граждане, и беременные женщины для получения социальных выплат по уходу за ребенком до полутора лет. В Кузанайской области ЕСП пользовались больше 15 тысяч жителей. По стране цифры, конечно, иные, более весомые. Анализ у нас проводился на республиканском уровне. Порядка 9 миллиардов было собрано от плательщиков за 23 год, от плательщиков ЕСП по республике. Но при этом эти лица потратили на оказание медицинской помощи было около 89 миллиардов. То есть в 10 раз больше было потрачено средств, чем было собрано. Поэтому такой анализ в верхнем уровне был произведен у нас в фонде. Мы говорим, что для системы страхования, конечно, данный вид платежей, он, конечно, был незначительный. Сейчас самозанятым гражданам предлагают получить статус двумя способами. Это зарегистрироваться в качестве ИП и платить взносы как индивидуальный предприниматель. Это примерно 6 тысяч тенге в месяц. А также можно оплачивать взносы в качестве самостоятельного плательщика. Если человек не оформляет соответствующие патенты и продолжает свою деятельность, не легализуя, то здесь вариант индивидуальный платеж, самостоятельный платеж. Он составляет у нас 5% от минимальной заработной платы. Соответственно, 4 250 тенге в месяц. До 2024 года у казахстанцев была возможность оплачивать ЕСП и все эти виды отчисления в одной сумме. Для городских жителей это 1 МРП, а для сельских 0,5 МРП. На то время он составлял 3450 тенге. И в эту сумму входили все соцплатежи и налоги. Как отмечает в фонде, конечно, в первые месяцы этого года могут возникнуть сложности у людей. И многие пропустят оплату медстраховки. Но те, кто действительно нуждается в медицинской помощи, должны понимать, что ежемесячная оплата – это их возможность получить полный бесплатный пакет обслуживания в госмедучреждениях. Алжас Ясинжигитов и Татьяна Калюжная, РТН. Сделать разминку перед погружением воду и не находиться в воде больше 1-2 минут. Костанайские спасатели напоминают о правилах безопасности во время крещенских купаний. На городском пляже, а это единственное специально оборудованное место, будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники. Алиадас Магомбетова продолжит тему. Крещенская купель на городском пляже каждый год становится местом массового паломничества. В ледяную прорубь спешат окунуться все те, кто хочет быть здоровым телом и душой. Тем временем народный праздник – напряженные будни для спасателей. Начать дежурство, как обычно, планируют еще до старта массовых купаний. Единственное место в областном центре, где православные могут окунуться в прорубь – это городской пляж. Уже с 10 часов вечера здесь начнут дежурить спасатели, специалисты Центра медицины и катастрофы, а также медицинские работники. Специалисты рекомендуют перед погружением в воду сделать разминку. Спасатели отмечают, что находиться в воде дольше 1-2 минут крайне нежелательно. Длительное пребывание в холодной воде приводит к переохолаждению организма. Это может вызвать судороги, потерю сознания и остановку дыхания. Сейчас подрядные организации проводят установку обогревательной палатки. К вечеру уже будет готова палатка, там будут установлены обогревательные пушки, будет проведено освещение, к решению уже все будет готово. Наши сотрудники будут обеспечивать безопасный сход в прорубь, а также выход из него. Хотелось бы еще раз напомнить, что купание в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Спасатели предупреждают, перед тем, как пойти купаться, необходимо получить консультацию врачам. Дежурить службы будут здесь до завтра, а уже после обеда купель демонтируют. Алексей Краснов, Алия Досмагомбетова, РТН Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.